здравствуйте здравствуйте мои хорошие вас приветствует алена ариас простите за задержку затянулась консультация немножечко вот и поэтому я немножко задержалась хотя я и так поставила обещала на 8 поставила чуть позже прямую трансляцию прямой эфир поэтому прошу прощения за то что немножечко задержалась да не немножечко целых 10 минут но так бывает и сразу в начале просто хочется вам сообщить о том что если кто-то из вас откладывает личной консультации на потом личной консультации со мной то имейте ввиду что с 1 июля я подниму стоимость причем значительно и часовая личная консультация которая на связи она будет стоить уже 10 тысяч а вот поэтому если кому-то нужно но кто-то откладывает на потом спешите торопитесь успеть за за июнь или в июне заказать эту консультацию есть и другие форматы консультаций но стоимость когда я поднимаю я поднимаю на все форматы а вот в общем то есть и объявления наверное на сегодня да также хочется сказать приходите на обучение очень легко и просто дело в том что самый важный момент девочки то что мы все считываем информацию с общего энергоинформационного поля вселенной но все подключены мы все являемся единым целым целым то есть мы все взаимосвязаны просто кто-то считывает эту информацию осознанно как я вот а все остальные считывают неосознанно да то есть вы тоже ее считываете однозначно так почему же почему бы уже не научиться считывать ее осознанно ссылочка на обучение тоже будет внизу в описании если вы смотрите скажем на ютубе или на яндексе данное видео записи а вот для тех кто в прямом эфире эфире в телеграме после прямой трансляции я кину ссылочку на обучение на книгу то есть ссылочки кину нужные важные для вас отдельным сообщением вот как-то так тема у нас с вами сегодня интересно что день грядущий мне готовит рассмотрим и не на не один день до а рассмотрим и ближайшую неделю и сейчас прежде чем три колоды я взяла прежде чем выбрать колоду сосредоточьтесь на себе любимых улыбнитесь обязательно сделайте себе комплимент и выберите ту колоду которая вас прям потянет к себе я бывает так что притягиваю два варианта 3 вариант а вот поэтому выбирайте два три варианта или один как вам как вам больше нравится и будем рассматривать так начинаю я с первого варианта с первой колоды не буду называть колоды потому что сейчас умеет очень много я просто уже забываю назвать название но их и действительно очень много то есть когда я начинала предсказывать было вообще одна только классическая колода это купить ее была целая проблема а потом стали появляться другие колоды сначала не стали появляться на алиэкспресс а вот я помню я заказывала себе но сейчас их просто просто десятки тысяч уже не тысячи десятки тысяч разных колод хотя большинство колод именно похожи на классическую с некоторыми с некоторыми изменениями а вот так что день грядущий вам готовит но и чуть больше так что день грядущий вам готовит и чуть больше посмотрим день грядущий готовит вам встречу женщина женщина светленькая рыжие белокурые волосы светло-карие серые глаза такая активно целеустремленная жизнерадостная а вот знакомая родственница коллега по работе может быть до что-то она от вас скрывает а вот да скрывает то ли отъезд то ли приезд то ли что-то такое но разговаривать вас не будете скорее всего родственница ну либо родственница либо коллега по работе по бизнесу а вот какой-то разговор будет так мужчина тут объявится тут я вижу объявится бывший мужчина у вас в ближайшие дни так скажем а вот и какой-то мужчина с чувствами с интересами шатен с голубыми или зелеными глазами обаятельный очаровательный добрый щедрый веселый по возрасту ровесник или немножечко младше вас кроме того и тут будут вам известия приятные финансового на тему финансов вот так наверное скажу на тему финансов от ваших детей внуков или племянников может быть младших братьев сестер а вот так ну еще посмотрим что так и ну если у вас есть муж скорее всего от мужа будут какие-то финансовые приятные новости например повысили лету что много заработал лету что мы наконец-то выдали зарплату его прибыль увеличилась в бизнесе а в общем такие финансовые вы в принципе можете запланировать что-то себе купить приобрести я имею ду для семьи а вот если в паре девочки то давайте так если в паре или свободны то скорее всего кто-то из старших родственников что что-то может быть финансовая помощь может быть какой-то подарок крупный от старшего родственника вот да кстати для бизнеса очень хорошо если вы в поисках спонсора то скорее всего до ближайшую неделю спонсора найдете а вот и да тут заключение договоров сделок контрактов если вы продаете недвижимость или собираетесь купить то тоже очень благоприятные купите и продадите вот если вы в поисках работы найдете хорошую работу и тут я уже вижу прям договоренности да то есть получается вот ближайшую неделю проиграться все договоренности если скажем ближайший день 2 вряд ли будут деньги и какие-то финансовые приятные новости то буквально в течение трех-четырех дней вот это вот все проиграться дух и до конца недели а вот тут много именно со стороны финансов тут и деньги придут вам на вот и какие-то финансовые новости будут приятные и какие-то финансовые договоренности тоже будет вот такой будет неделя для тех кто выбрал первую позицию давайте давайте совет я взяла колоду ангельская терапия таки оракулов у меня не так много о отогнать свои страхи то есть для того чтобы вас все проиграла с наилучшим образом нужно отогнать свои страхи призовите архангела михаила и архангела рафаила чтобы сложившиеся ситуации они помогли вам отогнать передоносные энергии основанные на ваших страхах так от вас так и от вашего окружения и все это на самом деле очень легко и просто просто обращайтесь своими словами архангел михаил и архангел рафаил прошу и молю вас помогите мне отогнать вредоносные энергии основанные на моих страхах от меня и от моего окружения вот так так давайте вторую позицию не буду пока убирать или убрать так вторая позиция давайте посмотрим что деньги ведущий вам готовит и до конца недели что деньги ведущий вам готовит как раз понедельник в общем то так деньги ведущий вам готовит решение каких-то вопросов прям прям понедельник решение вопросов какие-то приятные встречи знакомства знакомства причем я не имею ввиду сейчас конкретно с мужчиной какие-то даже не новости а ну по колеснице это триумф победа в работе в карьере в бизнесе это может быть продвижение по карьерной лестнице может быть похвала начальника премии это могут успешно решиться какие-то важные для вас вопросы вот ну и теперь посмотрим до конца недели до конца недели еще что-то доказывать будете отставить какие-то свои права или с кем-то спорить вот получить крупные деньги мешают вам страхи а вот то есть тут идут крупные деньги или крупные перемены причем здесь идет именно смена статуса то есть это либо прям крутое повышение по карьерной лестнице либо устройство на какое-то прям супер такое классное место работы либо это может быть даже обретение второй половинки ли выход зам а вот но все это будет тормозиться и за то есть вы со мной стороны очень сильно хотите а с другой стороны ваши строки мешают вам это получить вот видите как четко вот три карты все это покатывает поэтому вам лучше успокоиться успокоить что значит успокоиться успокоить себя и подумать вот у кого-то из вас может проиграться как выбор между двух мужчин может быть по это в этом сложность а вот и еще здесь знаете какой момент по поводу работы так говорила что классное место работы возможно два будет классных предложения по работе и начальник к примеру вам скажет а что кем ты хочешь быть там заместитель там заместителем там этого отдела или этого отдела а вот и в бизнесе тоже так получается если у вас там несколько направлений в бизнесе то получается как минимум два направления пойдут успешно ближайшие дни то есть будут переносить хорошую прибыль и вам будет сложно решить какое направление лучше себя направить да где больше будет прибыли то есть именно акцент на каком направлении сделать в бизнесе а вот все это будет как бы не просто но я вам хочу сказать что тут ну за исключением наверное что касается мужчин можно выбирать два варианта а вот что касается работы да если у вас выбор между каких-то двух мест работы конечно да выбор делать придется а вот для этого нужно будет получить больше информации но и по поводу мужчин тоже понятно что если двое мужчин делает предложение тут хочешь не хочешь надо будет делать выбор но если это пока только приглашение на свидание то вы можете принять оба только в разные дни по вот как то так ну еще буквально три карты гляну да тут вот есть и мужчина как бы с предложением который будет добиваться в общем я так понимаю что один мужчина будет добиваться вас причем независимо светленький а независимо от того в паре в браке вы или свободны вот а другой мужчина либо это мужчина с которым вы в паре в браке либо это мужчина которому даже если вы свободны которому у вас симпатия интерес то есть другой мужчина а этот будет добиваться вас и вот у вас то ли то ли ждать когда тот который нравится проявится да и начнет действовать то ли все-таки поддаться соблазну этому мужчины вот это что касается личной жизни вот такой будет неделя для тех кто выбрал вторую позицию и теперь карта совета по второй позиции готовность прощать и совет попросите ангелов очистить ваш разум и тело прошлой боли и заменить ее покоем и умиротворением вот это как раз таки да вот про эту карту говорила что вы тут у вас активизируются страхи что вы будете бояться вот этих каких-то резких но классных перемен каких-то предложений плюс надо еще и выбор какой-то делает что вам нужно успокоиться и подумать как раз совет именно об этом то есть просто своими словами обратитесь к ангелам попросите их очистить ваш разум и тело от прошлой боли и заменить их покоем и умиротворением то есть иначе говоря взять эмоции попросите ангелов помочь вам взять ваши эмоции под контроль вот как-то так дальше переходим к третьей позиции по третьей позиции у нас сегодня манга сейчас же вообще мода на как они как они называются забыла ладно молодежь увлекается этим направлением у меня тоже есть такие две колоды у меня такие есть классическая манга вот спешит какой-то мужчина очень серьезный может начальник может мужа может ваш мужчина и может даже для знакомства какой-то серьезный мужчина на положил в колоду и посмотрим что деньги ведущий вам готовит что деньги ведущий вам готовит а готовит он вам какие-то встречи из прошлого встречи ситуации из прошлого какие-то нерешенные ситуации давайте смотреть дальше финансовые могут быть ситуации но здесь знаете как если вы несколько дней несколько месяцев назад пытались решить какую-то финансовую ситуацию она вас не решалась то она вполне возможно сейчас вернется и решится решится она а каким образом деньги придут то есть может быть вы что-то оформляли какие-то документы то что-то подавали или что-то нам должны были вернуть а вот вот буквально в понедельник получается все вернется да будете вы очень довольны и счастливы еще это может быть что возвращение на прошлое место работы вдруг в понедельник позвонят и предложат вам вернуться на прошлое место работы а вот что касается бизнеса здесь могут вернуться вернуться бизнес партнеры а вот вернуться с каким-то новым предложением так ну и в последующие дни еще какие-то серьезные планы вы будете строить на поездку поездка может быть и детям внукам поездка может быть на отдых поездка может быть в родственникам друзьям знакомым но поездка дальняя имейте ввиду вот и тут я вижу планирование вот общение с детьми и внуками если они у вас есть с младшими родственниками вот так можно еще сказать так еще что будете предпринимать вот тут усилия для того для того чтобы и попасть на какой-то праздник или организовать какой-то праздник а вот поэтому здесь может быть планы на поездку а может быть наоборот планы вы хотите скажем пригласить друзей нам родственников знакомых которые живут далеко а вот встреча а вас ждет до конца недели но я тут вижу праздник встречу на в том числе с бывшим мужчиной девочки особенно если вы ждете до встреча может муж приехать вернуться если он не с вами или мужчина с которого вы в паре а вот или же то бывший мужчина какой-то проявится появится я прям вижу с ним реально встречу и появится с чувствами с какими-то в общем в таком приятном ракурсе он появится а вот может сначала там написать вам о своих чувствах предложить встречу ну в общем как-то так появится именно по хорошему поэтому если особенно если вы свободны да даже если не свободно почему бы не встретиться с человеком не выпить чашечку кофе а вот ну и совет по третьей позиции совет по третьей позиции мой девочки практические занятия и семинары обучение вам по третьей позиции интересно где-то что-то едут обучение обучение в общем-то не заметила честно говоря посещение занятий и чтение лекции важная часть вашего духовного пути и истинного смысла жизни будьте открыты и не бойтесь учить и учиться вот такой вам совет хотя я тут по картам обучение не вижу но возможно что это для вас хорошие перспективы на будущее общее предсказание я закончила и теперь перехожу к личным вопросам девочки вроде бы неделю назад проводила прямую трансляцию окажется это было так давно хотя обычно наоборот и дни вроде летят быстро а вот ну вот как-то так так и начинаем или на все время меня фотографии так наталья ксюша поставила фотографию спасибо ксюша а вот эльза в общем-то сейчас все кроме кроме ирина ирина и а джулия тоже у нас было эту же фотографию просто поставила поэтому я и не узнала вот так с кого начинаем давайте так ирина наталья ксюша эльза марина м джулия и потом ирина ирина а вот еще танечка маграх я видела подключалась но еще кто-то может быть подключиться девчонок которые давно со мной на канале так скажем если будут подключаться новенькие похоже но уже наверно не буду рассматривать их вопрос все подключаю ирину ирина очень вас прошу постарайтесь короче добрый день объявился разговариваем но это так что я говорю что расскажу что есть у меня вот смотрите хотела спросить насчет работы работа но там тяжело когда женщины очень и это не мечта работа получается я знаю что я там максимально могу 18 месяцев потому что от фирмы так 18 месяцев максимально но хотелось бы конечно легче работу потому что я не знаю что делать ну как как сказать не то что с работой я там работаю планирую просто суставы вот это начинает болеть это вообще мне в шок такой вот это пучечки пальчиков болеть вот это колени ну вот как будто бы я старая бабка я не знаю что это что мне делать или менять пока не поздно или же просто остаться ничего страшного я не знаю что это физически работаю сильно ирина я во первых очень хочу вам порекомендовать именно личную консультацию по поводу работы чтобы рассмотреть прям вот понедельно чтобы увидеть хоть какие-то перспективы потому что на самом деле я вот выложила вот изначально я начала хотела выложить четыре карты на год и посмотреть вообще есть ли какая-то перспектива а потом вы сказали про 18 месяцев я доложила карты еще то есть еще полгода это вот на полтора года получается выложила и только через полтора года у вас появится возможность реально нормально поменять работу мало того хочу сказать что будет опасности эту работу потерять и вы будете всеми силами цепляться хвататься за это место работы на котором вам сейчас тяжело поэтому что-то подыскивать да потому что я тут вижу вот обман вижу скрытую информацию вижу то есть получается что тоже не очень хорошие есть места работы где можно ну попасть еще хуже скажем чем то место на котором вы сейчас а вот именно поэтому рекомендую вам а личную консультацию но не короткую 15 минут для того чтобы рассмотреть возможные варианты может быть где то есть ключевой моменте где можно все таки попробовать что-то подыскать пока пока вот так из того что я вижу да хотя я выложила даже не одну карту много для того чтобы рассмотреть какие есть перспективы а вот ну можно поискать то есть на личной консультации там по-другому устроиться предсказание и там можно можно поискать вот но пока вы конечно можете пробовать там искать какие-то подходящие места но я не вижу не не вижу даже пока перспектив куда-то перейти ну это конечно она оплачивается хорошо вроде бы и все там и работает но меня пугает то что у меня болят даже латушки я даже не могу сжать кулак вот это меня пугает или это от непривычки или это ну не знаю артритм ну смотрите я понимаю что работа физически тяжелая да и по большому счету вам у вас так физически большая нагрузка но я бы вам все таки порекомендовала специальные упражнения в ютубе масса роликов просто с разными упражнениями на разные группы как раз суставы когда болят витамины попить вы знаете я постоянно пью какие-нибудь витамины а вот то есть заканчиваю одни начинаю другие заканчиваю эти начинаю эти а вот и в том числе там для суставов попить витамины а вот то есть специальные не витамины наверное не совсем правильно говорю сейчас они баты они называются по-другому биологические активные добавки к пище а вот и я постоянно постоянно что-то пью а вот а еще дочь у меня например она массаж делает да и естественно постоянно постоянно болят руки особенно болели поначалу с непривычки она купила себе эту штучку такую знаете которую в руке нужно постоянно сжимать такая кругленькая а вот не помню не помню просто как она называться если кто-то знает напишите а вот и вот она ходила занималась она и сейчас если у нее руки болят она ходит то есть даже по квартире она ходит и вот жмет эту штучку перекладывает ее из руки в руку то есть тренирует свои мышцы и суставы для того чтобы они быстрее привыкали и для того чтобы у нее хватало сил делать массаж а у нее по 8-9 человек в день приходят на массаж и причем массаж и разные там там же есть и более такие серьезные да такие как антицеллюлитные например массаж на вот ну то есть глубокие именно где много сил нужно затрачивать вот поэтому вот такие как бы вам советы тут надо свое тело просто напрягать для того чтобы она привыкала тем более тем более если хорошая зарплата вот я думаю что вряд ли вы что-то найдете по крайней мере в ближайшее время может я привыкну к этому ну неожиданно все таки месяц работы с непривычки а тут я Алена делаю йогу для расслабления ну а причем я же говорю что будет опасность вы смотрите вот в ближайший месяц будет опасность вообще потерять место работы вы будете цепляться руками ногами за это место работы поэтому начинайте сейчас кто предупрежден тот вооружен вот да еще такая это в жизни такая ситуация где мне пришли сказали увеличивает квартплату все увеличивается ну я думаю блин ну надо спокойно спокойно все спокойно потому что что-то тяжело ну вообще не только для меня но как-то в мире так встает так немножко напряжно да все в шоке все страдают да и пью тоже алюна бады пью как вы говорите начала пить потому что пошла к врачихе а она назначила девочки вот ирина вот возмущаться вы знаете я специально намеренно не смотрю телевизор ну сейчас на данный момент наверное уже лет 30 я вообще не смотрю никакие новости я его тоже не смотрю алюна это просто пришла хозяйка я увеличиваю там вы говорите вы говорите я просто вот сейчас книгу читаю ну определенную очередную книгу по работе с подсознанием а вот уже такую более современную да не те которые были написаны то есть тот же Зеланд Кехо кто там еще ну не важно их много эти книги книги были написаны буквально там 60 и 70 годы 20 века просто до нас они дошли уже почти практически почти в 21 году то есть на стыке 20 и 21 вот но написаны они были в 60 и 70 годах 20 века просто в другой стране в Америке а вот то есть они они старые они древние вот и я сейчас читаю более современные книги ну я и за исследованиями ученых именно в физике я имею ввиду я слежу какие у них еще то есть те которые изучают движение нейронов нейтронов электронов тоже я не могу сказать что в этом хорошо разбираюсь да но суть суть опыта какого-то да проведенного учеными и вывода которые сделали все равно можно понять вот так вот я о чем да что вы говорите все сейчас страдают кто страдает я не страдаю я живу счастлива и радуюсь жизни все страдания только у вас в голове страдания страдания закладываются детям практически с момента рождения сначала родителями потом обществом садиком школой что все должны страдать что жизнь это страдание все это глупости мы пришли на эту в эту жизнь для того чтобы жить счастливо и наслаждаться жизнью вот для чего мы пришли поэтому над всеми страдалками в голове нужно работать и убирать их вырывать их с корнем раз и навсегда вот как-то так и не то что а работать тяжело тоже вопрос а всем тяжело работать на именно там где вы работаете сейчас все жалуются да да ну вот поэтому и вы живетесь на самом деле это тоже можно поменять можно сделать так что даже на самой тяжелой работе вам будет легко да все это делается с помощью работы с подсознанием потому что уже объясняла то что в вашей жизни происходит это ваша личная реальность сформированная вашими мыслями ну естественно установками которые заложились в детстве вот но я к тому что эту реальность можно поменять это да это нужно постоянно постоянно работать чтобы потом она автоматически вот проявлялась если работать сейчас заставлять а потом она автоматом будет все да 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 все правильно да сначала нелегко потому что эти установки которые нам заложили в детстве родители из лучших побуждений естественно в школе естественно они 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 прям вживились в нас да то есть это практически второе я вот хотя на самом деле это не так и какие ложные установки самые такие сильные то что наш организм стареет вы кто-нибудь из вас библию читал вы знаете что раньше люди жили 600 600 800 лет и у них там детей было обычно 30 50 детей естественно те которые первыми родились у них там уже это мы внуки и правнуки праву правнуки вот это же реальность не выдумка потом почему-то решили что наш организм больше чем на сто лет не способен Много ли сейчас людей живёт до ста лет? Да не, вообще не хотят. А раньше же люди жили 800 лет, и ничего, нормально, и не скучали. Так тогда и телевизоров не было, и интернета, и гаджетов не было. Но жили же люди по 800 лет, и прекрасно жили. А теперь вдруг у нас старость, видите ли? Вот, смерть тоже под вопросом, многие учёные сейчас смерть ставят под вопросом, то, что это тоже нам заложено как ложная установка, что мы должны умереть. Почему мы должны? Вообще никому ничего не должны. И не обязательно умирать. Вот как-то так. Просто нам закладывают эти установки, такие как старость, смерть. Хотя вот до сего дня, скажем, я говорила о том, что единственная гарантия в жизни, которая у нас есть, ну это когда меня спрашивают, например, о каких-то гарантиях, о точности распада, я говорю, единственная гарантия, которая у нас есть, это то, что мы когда-нибудь умрём. Но сейчас уже учёные мне этот момент ставят под вопросом. И я точно знаю, потому что я изучала жизнь монахов, я точно знаю, что тибетские монахи живут по 200-300 лет. И они не стареют. Поэтому кому интересно, изучите информацию. Конечно, я не говорю, что эта информация прям там направо и налево распространяется, но можно найти в интернете. Вот как-то так. Так, так, Наталья. Перехожу к Наталье. Добрый вечер, Алена. Добрый вечер. Ну, мне один вопрос интересует. Какие планы у Владимира на меня дальнейшие? Он младше меня. Вообще или на какой-то определённый период времени? Вообще. Не нравится мне ваш Владимир. Нет, ну и, во-первых, я его вижу по характеру, по энергии. Работяга. Работяга. Ну, ладно. Нет, он такой, не думайте, что он прям такой трудоголик. Не знаю, не вижу я отношений в вашем будущем. Встречи, 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 встречи. Но встречи как-то вот идут, видите, через конфликты, через расставание у него есть. Семья, дети, видно, есть. Потому что женщину я не вижу. А вот, а дети, видимо, есть. А вот. Дочка, да. А другая отдельно замужем. То встречи, то не встречи. То пропадёт, то вроде как встречается. Не знаю, какой-то вот он, ну, хочется сказать, мутный. Я его вижу. Дело в том, что вот он вроде то хочет чего-то. То есть мужчина сам не знает, чего хочет, по большому счёту. Это говорит о чём? Ну, вы меня простите, девочки. Я понимаю, что большинство мужиков такие. То есть реально сами ничего не знают, чего хотят. И иногда бывает, счастливые семьи появляются только потому, что женщина, она стояла, там, не знаю, привела к браку. Сказала, всё, теперь ты мой муж, там, иди работай, там, вот тебе там завтрак, обед и ужин. И так далее и тому подобное. То есть женщины сильные. А вот. А так вот он действительно, он то хочет, то не хочет, то буду, то не буду. То есть это незрелая личность. Он вообще для жизни не созрел, не для вас. Он для жизни не созрел. Он как ребёнок. Сегодня хочу, завтра не хочу. И он действительно... А почему-то лету братья прожил? Ну, потому что, видимо, женщина такая была, знаете, ещё, это ж было то время, да, что он женился, вроде как надо было, все как бы женились, я женился, да, вроде как надо в семье жить, вот, и так далее и тому подобное. А сейчас ему же уже ничего не надо как бы, поэтому он вроде то хочу, то не хочу, то нужна мне женщина, то не нужна, то буду, то не буду. То есть я хочу сказать, что как бы там ни было, там всё-таки жена была главной, и только благодаря её чуткому руководству, но я не говорю, она не была вот такой прям сильной, да. Вот, она была такой более спокойной, но, тем не менее, всё равно она его как бы вела по жизни, вот. И сейчас он сам, в общем-то, он и не привык принимать каких-то решений, что-то там решать, что-то там это самое. Поэтому вот он как этот, сам не понимает. Он реально всё это испытывает внутри, и он сам не может себе-то разобраться, не говоря уже там ещё. Есть чувства какие-то ко мне, хоть он что-то там испытывает. Хоть это, что-то непонятно. У него с чувствами так же, как и с решениями. Сегодня я люблю, завтра я не люблю. Сегодня вроде как у него, что такое чувство, да, девочки? Ну, что такое чувство? Чувство, ну, я имею в виду, любовь именно, да. Это очень много составляющих. Вот. И зачастую любовь, да, ну, то, что мы, общепринятое чувство любви, это эмоции. А эмоции, они реальность. Сегодня есть, завтра нет. А вот. А этот человек, он на какие-то глубокие чувства, он не способен. У него не настолько развито осознание. Ну, я имею в виду уровень интеллекта. Не настолько развито, чтобы он мог любить там по-разному, ну, в некоторых учениях говорят чакры, да, по нескольким чакрам. Не развито настолько. У него только эмоции и привычка может быть. А эмоции у него сегодня есть, завтра нет. А привычка не складывается, потому что вы встречаетесь и не живете вместе. Вот если бы жили вместе, он бы уже смирился, сказал бы, да, наверное, люблю. Ну, он как-то такой. Вот почему он мне не нравится, ваш Владимир. Владимир, да? Да, да. Почему-то вот он такой вот, какой-то, не знаю. Может взять в руки его, подглубь, раз он нерешительный такой уже, наоборот. Ну, руки тоже надо уметь взять. Пробуйте. По крайней мере, это хоть какой-то результат принесет. Буду, если будете резко, будут конфликты. Вот, сильно мягко тоже нельзя. Надо как-то так, мягко, но крепко. Да. Вот как-то так. Ну, такой, я же говорю, какой-то результат принесет, если его в руки взять. Потому что так он так и будет болтаться. Вот так. Кто нам не нужен, нас любят. Кому мы нужны. Вот так вот в жизни, да. Не знаю. Вот он человек такой, ему вообще никто не нужен. Он и с дочкой так же. Он по жизни такой, характер такой. А вот. То есть он знал, по большому счету, сегодня я хочу работать, завтра не хочу. То есть он во всем такой. Сегодня я там хочу на отдых ехать, а завтра я уже не хочу. Да зачем заморачиваться, там, денег хочу тратить, билеты покупать, не хочу я. Два дня прошло, ой, я устал, я на отдых хочу. А вот, ну вот, странный он. Я тоже это заметила, да, да. Есть такое. Спасибо большое. Можно взять вот и четко прям вести, не отпуская. Тогда он потихонечку расслабится и будет успокоиться и скажет, да, все люблю, да, меня все устраивает, за меня все решают, все делают, как бы, ну, и все. То есть человек, для которого рутина, то есть, или день сурка, вот он для него нормальный, да, я имею в виду, что привычный. Вот ему в этом дне сурка, ему комфортно. Понятно. Спасибо большое. Пожалуйста, Наталья. Так, кто у нас дальше? Ксюша. Ксюша. Ксюша, Ксюшечка, где вас? Добрый вечер, Алена. Добрый вечер. Ой, Алена, давайте посмотрим такой вопрос у меня. Когда появится мужчина в моей жизни? И вообще, появится ли он вообще? А скажите, скажите по секрету, Ксюшечка. Попадание давно сделано? Да нет, наверное, ну, как давно. Вот перед расставанием год, наверное, год-полтора, наверное, да? Ну, вы отлично выглядите, хочу я вам сказать. Да, спасибо, Аля, спасибо. Я, я почему, в общем-то, и спросила. Так, когда? Где? А бывший? Бывший, через 4 месяца. Кто у вас бывший мужчина, который? Ну, мы расстались, но мы, да, как бы, не думали, что он появится, но... Появится, и все перспективы есть на примирение. Он, по крайней мере, хочет. Вот. Понятно, что подробнее, конечно, лучше рассматривать, ну, именно все подробности. На личной консультации, 15-минутной консультации больше, чем достаточно. Он с желанием именно, знаете, даже у него в голове звучит не просто помириться, а он бы хотел все вернуть назад, восстановить все, как было. Да, я-то это понимаю, я знаю, я знаю, но я уже этого не хочу, мне это не надо, я его уже давала. Ну, а раз не хотите, смотрите, тут вот карта, еще такую историю интересную показывает. Через год будет мужчина, черненький, черные волосы, темные глаза, серьезный, практичный, деловой, постарше вас, обеспеченный. Есть перспектива на отношения, на серьезные, на новые серьезные отношения. Это через год, да? Да, через год. Долго вы будете думать, потому что, да, конечно, я описываю классно, да, и серьезный, и практичный, и деловой, и обеспеченный. Но эти мужчины часто женщинам не нравятся. То есть они не зажигают, они слишком серьезные. Они мало времени, то есть они уделяют чувствам, эмоциям, вот, они такие сдержанные достаточно. А вот с таким мужчиной очень надежно, но не просто строить отношения, потому что из-за серьезности. То есть нет этих бабочек в животе, нет этих сюси-пуси. И я как-то вот раньше, помню, все время рассказывала, кстати, да, надо будет написать эту историю в соцсетях про девочку из Германии. А вот, все-таки она, по-моему, все-таки она так и ушла и вышла потом замуж за другого. А вот, то есть попался ей мужчина, я ее вела больше года, мы с ней были вместе, да, то есть она постоянно обращалась на консультации. А вот мы с ней рассматривали всех ее претендентов, молоденькая девочка. И в итоге попадается ей серьезный мужчина. Вот, естественно, я его видела, я его предсказала. Она мне пишет, алена, вот он появился, мой принц. Он тут же ее перевез к себе, предоставил ей жилье, за которое ей не нужно платить. Он ее полностью обеспечивал, то есть еда, продукты все, причем на высоком уровне мужчина хорошо зарабатывал. Причем он, ну, практически ровесник, там я или на год, или на два старше была, чем она. А вот, что вы думаете? Проходит, наверное, месяц. Я просыпаюсь утром и вижу сообщение от нее. Она пишет, я от него ушла, я в шоке. Пишу, в чем дело, что случилось? Мужчина вообще просто сказка, вы понимаете? Просто сказка, вот сколько мы с ней общались. Общались мы с ней практически каждый день, там через день. А вот. И ничего не предвещала, в общем-то. Спрашиваю, что случилось? Он меня не любит, пишет она. Говорю, почему? А вот. Он мне не говорит, что он меня любит. Он меня не целует. Оно, в смысле, там, чтобы там, ну, прям вот так. Я говорю, ну, он же тебя там целует перед сном, там, с утра. Ой, ну, это не те поцелуют, типа. А вы, ну, как бы, перед интимными отношениями целует или во время интима? Да, целует. Я говорю, ну, а что ж, ну, как же не целует? Ну, вот не целует, когда вот просто сидим рядом, там, чтобы он меня там, щёчку там, в височек там, ещё куда-то поцеловал. Он мне не говорит там каждые пять минут, я тебя люблю. Вот, и так далее, и так подобное. А что вы думаете? Ушла. Не вернулась она к нему потом. Они вроде как пытались помириться. Он сам пришёл. Передём при том, что она вообще ушла на пустом месте. Он ещё за ней ходил. Он ещё её уговаривал. Она так и не вернулась. Именно из-за того, что вот он сдержанный. Из-за того, что он серьёзно. Я ей объясняла это. Я ей доказывала. Ну, это всё. Потом встретила такого, который живёт на пособие. А вот она. Зато весело. Зато он ей с утра до вечера песню делал. Да, да, да. Вот, с ним у неё сложилось, получилось. Нет, я серьёзно, девчонки, вы зря смеётесь. Это серьёзная, реальная история из жизни. Да, я верю. Я реально верю в это. Просто, понимаете, да. У неё хорошая работа, хорошая должность. Она снимала квартиру. Она квартиру оплачивала. А он только пел ей дифферамбу. Потому что он вообще не работал. Он жил на пособие. Ну, в Германии хорошее, достаточно хорошее пособие. В принципе, на него можно жить. Но это мужчина, который вообще, вообще, кроме еды для себя, больше купить ничего не может. Зато любовь. Зато любовь. Ну, да. У каждого, да. Каждый выбирает то, что ему по душе, да. Надо, как я вовремя эту историю вспомнила, надо её как раз за день историй в соцсетях. Напишу эту историю, потому что она не самая классная и реальная история из жизни. Спасибо, Ален, большое. Спасибо. Вот, смотрите. Будет мужчина серьёзный. Ну, а там уже, если вам сюси-пуси не сильно нужны, то есть перспектива построить отношения. Спасибо. Так, пожалуйста. Эльса, следующая. Спасибо. 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 Добрый вечер, Эль. Добрый вечер, Эль. Да, давайте события двух недель посмотрим. Ну, дайте хоть направление, что смотрим. Ну, вы знаете, вот вы сейчас сделали общий расклад, да, я выбрала для себя второй вариант. Там как-то, не знаю, задумалась немножко вот над вашими словами, вот о страхах, о страхах о том, что, о том, что не могу впускать в свою жизнь каких-то таких вот значимых перемен, что торможу сама все свои события в жизни. Вот, так ли оно на самом деле вот в этой части. Может быть. Денежки какие-то вам идут? Вы работаете сейчас, Эльза? Да, работаю. Ну, хорошие денежки, стабильность, удовлетворение и удовольствие от работы. Ну, вот. Что тут еще? Какой-то вопрос, да. Это во второй позиции я рассказывала. Я тут вижу, какой-то вопрос должен решиться из прошлого. Но я не помню уже, в какой позиции я об этом рассказывала. Вернется такая. В плане денег у меня до сих пор остаются невыплоченные долги со старой работы. А, вот. Выплатят в ближайшую неделю максимум месяц. Ну, все равно в ближайшие три дня эта история всплывет. Она решится максимум за месяц решиться. Я все хотела сама уже обратиться в эту контору, а потом думаю, да, пошлют-то меня или там еще что сделают. Нет, друзья, что стоит. Девочки, всегда делайте. Потому что лучше жалеть о том, что сделали, чем о том, что вот даже не сделали и не попробовали. Вы понимаете, это как запрос во Вселенную, да? То есть, когда вы совершаете какое-то действие, это вы отправляете запрос во Вселенную. И не надо заранее. Я понимаю, что наш мозг очень быстро дорисовывает все ситуации. То есть, не все из того, что вы помните из прошлого, оно реально. Частично мозг дорисовывает ситуации. А вот. И не надо сейчас дорисовывать, что вас там пошлют или там еще что-то. А может, вам наоборот будут безумно рады. То есть, мне стоит самой обратиться. А если не буду обращаться, там движения не будет, да? Ну, нет, будет движение, я думаю, что в любом случае. Но если вы обратитесь, то, скажем, возможно, оно будет быстрее. Ну, я как-то обратилась, мне выплатили очень незначительную часть. Небольшую. Ну, там так вот сказали, ну, я так не могу. И все. Ну, ладно, хотя бы так пока. На самом деле, я думаю, что им нужен пинок все-таки. Вот. И именно поэтому во второй позиции было, что ваши страхи не позволят вам получить деньги. Именно поэтому, что нужно все-таки действие от вас. А вот я вижу именно так. Угу. Все, наоборот. Да, тут вот есть какая-то дорожка. Ну, эта дорожка может быть для устройства на работу, для похода там, я не знаю, похода для оформления документов, поездка к родным, близким, друзьям, знакомым. Просто поездка в другой город, поездка на обучение, поездка в банк. Не знаю, куда угодно. Вот. И вы, как бы, получается, эту поездку блокируете. Не хотите вы туда ехать? А надо? Надо. Да? Ну, и по поводу вот того, что мы разговаривали, по поводу пинка, тоже надо. Надо, нужно действовать от вас, чтобы пошел результат. То есть он все равно будет, как-то будет. Ну, он как-то будет по-другому, так скажем, если вы не будете сами действовать. То есть это может затянуться. Или могут вам прислать уведомления, деньги не прислать пока. А вот, ну, что-то вот так. Ну, в ближайшие недели, я так скажу, что это самый главный вопрос. А вот еще все-таки вопрос какой-то с поездкой. Что вы думаете, вы не хотите ехать. Я даже не знаю, о чем эта речь может быть. За ближайшие недели. Но вы поймете, о чем эта была речь. Дело в том, что поездка принесет вам успех, признание или знакомство. То есть что-то хорошее поездка вам принесет. Поэтому ехать стоит. Ну, вы будете отказываться там или, не знаю, увелять от этой поездки. А вот. Поезжайте, почему бы не развеяться. Как я говорю, сменить картинку. Понятно. Ладно, будем присматриваться, что это за поездка. Поездка и деньги, да? Да. На две недели. Давайте, девочки, я извиняюсь, но я хочу послушать Танечку Маграф, потому что ей непросто сейчас подключаться, потому что она очень далеко. Она далеко в Европе находится. И не просто в Европе, а далеко. В общем, далеко. Поэтому и она то подключается, то отключается. В прошлый раз она подключалась, отключалась, и я в итоге ее так ни разу не послушала. Поэтому я подключу Танечку. Танечка, я вас слушаю. Включайте микрофончик. Алло, здравствуйте. Слышно меня? Да, слышно. Как хорошо. В этот раз получается. Ну, как всегда, вопрос такой получается. Что мне ожидать от этого месяца, если недели две, наверное, недели даже. Все равно вы раз в воскресенье проводите. Что вот неделя. Да, давайте ближайшую недельку. Что ждать, чего не ждать. Что-то типа этого. Спасибо. Какой-то вопрос будет решаться с документами. Я думаю, не по поводу ли дачи будете вы решать вопрос. Опять может быть, да? Ну, да, но с обучением я не вижу, чтобы было связано. Вот с мамой связано. Я думаю, что может быть по поводу доверенности на дачу. Потому что тут официально оформление каких-то документов. Я думаю, что тут придется найти где-то время в ближайшую неделю, для того, чтобы решить эти вопросы. А вот. Что-то еще по работе? Что-нибудь. С мамой вижу. Вижу, что что-то вы будете доказывать по работе. Вот денежки, выплаты вижу. Хорошее отношение. Может быть, даже типа премии какой-то или поощрение от вашего главного менеджера. Может, все-таки даст какое-то продвижение? Ну, пока я предложение не вижу. Вот в ближайшую неделю нет. Чуть позже, наверное, будет. В ближайшую неделю не вижу. Вижу только поощрение. А, даже поощрение. Конечно. Ну, так. Но поощрение, может быть, и в виде финансов. Я имею в виду, может быть, какая-то добавка, прибавка. Хотя не знаю. Они не делают такого дополнительного ничего. А зарплата еще не на это. Ну, какие-то, может быть, чаевые. Может быть, чаевые будут больше, чем обычно. Возможно. Как бы ничего такого стрёмного. Танечка, тут идет, во-первых, вот по поводу оформления документов и решение вопроса по поводу дальней поездки в другую страну. Вот так звучит момент. Ну, может, родители. И это будет конфликт, видимо. Родители развели просто сейчас историю о том, что не скучаю ли я по ним, чтобы поехать домой. А, вот. Ну, вот до конца недели эта история завершится конфликтом. Понятно. Ну, этого и следовало ожидать. Вот. Большое. До свидания. Всего хорошего. Хорошо, Танечка. Всего наилучшего. Так. Кто у нас? Мариночка дальше, да? Кто-то был еще из девчонок. Кто-то подключался и отключился. Подключайтесь. Подключайтесь, кто там еще хотел. Марина. Слушайте. Добрый день. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Выдали я еще официально замуж вообще когда-нибудь. Ну, и в частности до конца года. Я как бы официально в возводе с 19 того года. Что-что? До конца года сначала посмотрим, выйдете ли вы официально замуж, а потом вообще. Число, скажите, от 1 до 9. А у вас мужчина есть черненький? Да, да, черненький, да. Дело в том, что нет. До конца 2023 года точно нет. Встреча, вообще отношения с этим мужчиной, если вы не будете хотеть именно официального брака, ваши отношения будут длительные. А длительные, стабильные достаточно. То есть они долгоиграющие. У мужчины есть к вам чувства. И в принципе он из тех людей, которые не особо хотят что-то менять в своей жизни. Ну, давайте посмотрим еще раз число от 1 до 9 включительно. Ну, единственное, что я вижу, это только совместное проживание года через 4, но мужчина будет другой. Мужчина светленький, рыжий или белокурые волосы, светлокарий или серые глаза, активный, целеустремленный, жизнерадостный, постарше вас. Вот. Да, возможно, совместное проживание. Поняла. То есть с этим, если не регистрироваться, то все равно отношения будут продолжаться. Правильно я поняла? Да. Да. Потому что я, в принципе, в разводе очень довольна. Я не знаю. Из двух мужчин, смотрите, вот я выложила на одного, и они сами выходили. Один мужчина вышел, и второй вышел. Вот с черненьким все-таки я вижу более стабильные и более длительные отношения. Вот этот мужчина, хотя тут я и вижу совместное проживание, тоже оно может быть на несколько лет, но вот он сам по себе такой, вот знаете, дерганный. Вот. И тут могут быть какие-то моменты такие, потому что он по характеру такой, что, знаете, вот есть люди, которые, и пары даже есть такие, которые ссорятся, мирятся, и вот у них как будто заново чувство, да. И вот вся жизнь так. То поссорились, то помирились. Вот он из таких. Вот. Поэтому... Это у вас сильно похож. Ну, тут и есть карты, говорящие о том, что, скорее всего, это больше и будет. А вот. Поэтому смотрите, конечно, сами, какой из мужчин вам больше импонирует, но я все-таки вижу более такие стабильные отношения с этим черненьким. Поняла, благодарю. Хорошего вечера. До свидания. Сего наилучшего, Марина. Так. Кто у нас? Джулия, а потом еще Алена. Если никто не присоединится, то на сегодня все. Джулия. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос по поводу работы. Все-таки я хочу увольняться в этом году и просить вас, чтобы смотрите, не пожалею ли я в дальнейшем, как-то. Сейчас, Марин, я сделаю чуть погромче и еще раз. Повторите, пожалуйста, потому что иначе я вас не слышу. Хотела вылиться с собой в этом году. Не пожалею ли я в будущем об этом? Хорошо. Ну, я хочу сказать, что вам по-любому придется увольняться. Почему? Ну, почему? Не знаю пока почему. Будете искать все-таки новые возможности и новые перспективы, чтобы заработать было побольше. Ага, ну да, с этой причиной. Благоприятно на самом деле. Смотрите. Будет, это получается, где-то через пару месяцев, может быть, даже через месяц. Нет, все-таки пару. Да, через пару месяцев встретятся вам какие-то старые знакомые, старая знакомая, возможно. И она вам скажет, что у них есть какое-то место работы. Вот это, скорее всего, будет тот вариант, на который вы перейдете. Место такое спокойное будет достаточно. Вот. Начальник правды Самодур. Ну, деньги хорошие. Да? Да. То есть больше, да, буду получать? Да, будете зарабатывать больше. Работа прямо совсем спокойная. Но временами будет дергать начальника. Он очень такой, я не знаю какой, конфликтный. А вот, ну, даже с конфликтным человеком можно найти общий язык. То есть там в лишний раз улыбнуться, в лишний раз комплимент сделать, в лишний раз. Вообще, когда люди вот такие сильно конфликтные, это говорит о том, что что-то у них не в порядке в их личной жизни. Может быть, стоит спросить, как у него дела. Может быть, стоит его послушать. У меня, кстати, вот Танечка сегодня, которую я слушаю, Танечка Макграф, она так с начальником со своим наладила отношения, просто его слушала, то, что он рассказывает, внимательно слушает. Знаете, есть такое внимательное слушание. Это когда вы подаетесь слегка всем телом вперед к собеседнику и смотрите, правда, не сверлящим взглядом, а внимательным взглядом, понимающим взглядом ему в глаза. А вот. И это идет, в этот момент идет присоединение человека к вам, человек начинает вам доверять, потом уже человека начинает к вам тянуть. Вот как-то так. А вот. Поэтому, да, работу все равно менять, работа вам подвернется, в общем-то, какие-то старые знакомые предложат вам. Работа будет хорошая. А, то есть не на себя я буду работать, да? То есть не свое открывать? Нет, нет, нет. Это все-таки работа. Можете, конечно, открывать свое, обращайтесь на личную консультацию. Я очень подробненько, Джулия, вам посмотрю, что лучше стоит для открывателей, не стоит. Вот как-то так. Хорошо. Хорошо. Спасибо большое. Пожалуйста большое. А придется уйти, потому что вынудят, что ли, или директор попросит? Нет, потому что будете искать новое место работы, найдете новое место, уйдете на новое место работы. Все, спасибо большое. Пожалуйста большое. Алена, а жмись, что-то у нас сегодня тут подключится, а то выключится. Сейчас Алену послушаю, в том же месяце, если подключится. Алена. Алло, здравствуйте, Алена. Здравствуйте. У меня такой вопрос, у меня личная, ну, личная жизнь интересует, так же, как у Марины вопрос. А изменится ли у меня личная жизнь до конца года? Ну, или там, ближайшие, месяц-два. А у вас сейчас мужчина есть? Нет, никого нет. Продолжение следует... До конца 2023-го ваша личная жизнь вообще никак не изменится. А в 2024-м будет, прямо в начале года, где-то январь, февраль, март, будет знакомство с мужчиной. Мужчина будет прямо значительно постарше вас. Или железнодорожник, который уже не работает. Может быть, на пенсии. У них, по-моему, пенсия там раньше. Либо, может быть, какой-то военный в отставке, полицейский в отставке. Не знаю, что-то вот с этим связано. Врач, кстати. Может быть, врач. Но который тоже уже не работает. Вот что интересно. Не работает он уже по каким-то причинам. Может быть, в силу возраста. Но я не могу сказать, что ему 65. То есть, что он прямо на пенсии. Только если пенсия раньше наступает. Но если военный врач, то может быть. То есть, либо это ранняя пенсия, либо он может быть по каким-то другим причинам. Может быть, группу оформил, он не работает. Не знаю. Стоматологи раньше уходят на пенсию. А? Стоматологи раньше уходят на пенсию. А, ну, может быть, стоматолог. Вот. То есть, ну, вы поняли мысль, да, что это за мужчина. А, вот. Ну, я хочу сказать, что вы, кроме того, это еще и мужчина, который вам знаком. То есть, может быть, ваш стоматолог, к которому вы ходили. Либо мужчина, с которым вы, ну, были знакомы. Не знаю. Жили в одном дворе, на одной площадке. Там, не знаю, пересекались по работе, по бизнесу. То есть, мужчина вам знаком, но не близко. Вот так скажем. А вот. Так что, возможно, вероятность будет построить отношения. Ну, а там я вот объясняла. Кому? Наталье, по-моему, я объясняла, да? Или Марине. Я не помню, кому я объясняла по поводу того, что мужчина, может, вам понравится, может, не понравится. Это когда историю я рассказывала про девочку в Германии. Вот. Поэтому там уже смотрите сами, как бы, мужчина такой достаточно интеллигентный, серьезный. Будет проявлять интерес очень активно. А вот. Ну, вот как-то так. Ну, а более подробно вот появится, как бы, обращайтесь на личную консультацию. Мы его рассмотрим со всех сторон подробно. И перспективы также все рассмотрим. Хорошо. Спасибо большое. Пожалуйста, большое. Все, девочки. Я хотя и не устала, честно говоря, как-то сегодня легко прошла прямая трансляция. Мне как-то так очень приятно и спокойно. Хотя людей не могу сказать, что прям совсем мало было, бывало и меньше. А вот. Ну, мне очень понравилась сегодняшняя прямая трансляция. Так что жду вас на следующую прямую трансляцию, в следующее воскресенье. Всего вам самого-самого наилучшего. С вами была Алена Ариц. До свидания. Продолжение следует...